Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Вы знаете, недавно листал просто что-то на телефоне, увидел лицо Ревы, написано выступление. Тогда-то, тогда-то, покупайте билет. Хотел снять, но потом как-то подзабыл, закрылась страница. Сейчас читаю. В Петербурге отменили выступление Александра Ревы. В Санкт-Петербурге отменили выступление артиста Ревы, запланированное на 12 августа. Причиной отмены называют его общение с президентом сопредельного государства. Значит, об отмене выступления о ее причине сообщает сайт 78.ru. Рева планировал петь на крыше на мероприятии RUF Fest. Сколько фестов развелось? RUF Fest, ВК Fest, одни фесты. Столько говорят о замене англицизмов нормальными нашими словами. Богатый русский язык и все-таки вокруг фесты. Это фестиваль. Фест – это фестиваль. РУF Fest. В России проходит фестиваль, называется RUF Fest. Что, нельзя назвать как-то? Фестиваль такой-то. Но организаторы заявили, что концерт не состоится. Издание указывает в качестве причины его связи с президентом сопредельного государства. Вообще, вы знаете, артист связи с президентом сопредельного государства. Если, например, сведслужбы могли бы установить, что у него связи с президентом сопредельного государства, то тут не только отмена концерта, мне кажется, может быть. Или как, допускаются дружеские отношения с президентом сопредельного государства после того, что происходит. Мне кажется, в определенном месте он должен уже находиться, если это так. Также отмечается, что после начала операции он уехал из России, хотя потом вернулся, однако ни в Крыму, ни в Донбассе не пел. Издание пишет, что, возможно, еще одна причина – отмена выступления. Концерт решили не проводить из соображений безопасности. Сайт указывает, появилась информация о возможных хулиганских действиях на концерте, которые могут быть продиктованы антипатриотической позицией артиста и его связями с президентом сопредельного государства. В соцсетях с июля требовали отменить концерт. Власти города просили проверить Реву. Друзья, вот я скажу честно, вы знаете, на фоне того, что происходит в Курской области, на фоне этих всех моментов, да и вообще в целом за все это время, я вообще не понимаю, откровенно признаюсь, как могут проводиться какие-то фесты, по-русски фестивали. Фестивали там такие, такие, сякие, как там можно отплясывать, как там можно пить, шампань, алкоголь-то буквально не вредит здоровый, и как там можно все это вот… Просто не представляю. Понимаете, кто-то и сегодня, наверное, ночью веселился. Но вот, например, мысли все только о том, что происходит, понимаете? И все это время мысли только о том, что происходит. А кто-то веселится, у кого-то ничего не происходит. Но когда показывают вот эти фестивали, награждения, музыкальный фестиваль два года не проводили, в этом году решили провести. Ну, а что бы не провести-то действительно в этом году? Я не говорю, что это, кстати, все, но тем не менее, все-таки какие-то моменты должны быть. Я вот не понимаю этого. Раз. Второе. Друзья. Рево, который, значит, ребята в Краснодаре с передовой просили отменить его концерт. Позиция явно неоднозначная, мягко говоря. Значит, нигде туда не ездил, не пил, не выступал. А что он может спеть? Рево, он что, певец? Я не понимаю. Рево, он артист? Он юморист, что ли? Его амплуа – это Артур Пирожков, альфа-самец, и бабушка, которую он сыграл в комедии. Все. У нас звездами какими-то и какими-то артистами стали считать людей, которые нигде, никак. Он сыграл в каком-то фильме замечательную какую-то роль, бабушка легкого поведения – это какая-то значимая роль? Или он юморист какой-то значимый? Или он еще что? Певец какой-то он значимый? Что это такое? Как его охарактеризовать, этого человека? Поэтому я думаю, что много не потеряет. А вот кто за этими такими вот артистами, актерами и так далее, и комиками, непонятно. Как и на агент Галкин тоже. Комик-пародист из «Аншлага». Вдруг стал суперзвездой какой-то, непонятно. Так вот, когда за ними встают какие-то другие люди из высоких кабинетов, и получается, что неотменяемые, вроде ничего, а неотменяемые деньги гребут лопатами. В данном случае я поддерживаю и могу сказать, что, естественно, люди с неоднозначной позицией на фоне проводимой операции, они вообще не должны иметь доступа к заработку в стране. Тем более, когда этот заработок связан с выступлением перед людьми, потому что в любой момент он может выступление превратить, например, в митинг, где начать что-то говорить. Тем более, если какие-то подозрения у сайта есть, что он общается с президентом сопредельного государства, наверное, эти подозрения нужно в компетентные соответствующие органы передать, чтобы они их проверили. Потому что общение с президентом сопредельного государства, там чего только можно, может не быть. Поэтому, ну, вот как-то так. Друзья, что вы думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Друзья, я в свете блокировок, ютуба, замедлений и так далее, приглашаю вас на свой основной канал Будда Гришна Новости в Телеграм. Там новости 24 на 7 с моими комментариями. Видео о политике, которых здесь уже давно нет. Значит, какие-то мои личные фото и видео, стихотворения, если их можно так назвать, песни. Все, в общем, в одном месте. Там ссылочка здесь внизу в закрепленном комментарии в описании к видео. Нажимайте, переходите, подписывайтесь, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.